Более 500 бахчевых развалов откроется в Подмосковье 1 августа. А мы расскажем вам, как правильно выбрать самые спелые и вкусные арбузы и дыни. 1 августа в Подмосковье откроется 500 бахчевых развалов. Здесь жители смогут купить дыни, арбузы, другие фрукты и ягоды. Купить бахчевые культуры можно будет в каждом городском округе. При этом торговые точки запрещено располагать на газонах, детских площадках, под окнами домов и в некоторых других местах. А еще арбузы и дыни можно продавать только целиком. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Вода же арбузов и дынь стартует в Московской области в этом году так же, как и раньше, 1 августа. Планируется более 500 отдельно стоящих бахчевых развалов. Их откроется на 50 точек больше, чем в прошлом летом. Основной арбузный сезон придется на конец августа и продлится он до 1 ноября. Так как же правильно выбрать арбузы и дыни? Все очень просто. Они должны быть целыми, без плечин и вмятин. Обязательно смотрите на цвет. Спелый арбуз будет блестящим и ярко-зеленого цвета. Полоски на нем будут контрастными. Цвет спелой дыни – ярко-желтый или оранжевый. Размер тоже имеет значение. Слишком большой плод свидетельствует о перезбытке в нем различных удобрений. Слишком маленький – о том, что он недополучил питательных веществ. Спелый арбуз не должен быть слишком тяжелым. Нормальный вес – 5-7 килограммов. Потому что… Почему я такой выбираю? Потому что, видите, как золото тоже вот стучишь и с хрустом хвостик должен быть высушен. Потому что арбуз, когда хвостик не высушен, значит его раньше времени срезали. Главный критерий при выборе дыни – ее аромат. Чем слаще пахнет неразрезанная, без трещин дыня, тем она спелее. Последнее правило касается хранения купленных арбузов и дыни. Нужно тщательно помыть фрукт или ягоду горячей водой, желательно щеткой. Неразрезанный плод может храниться в холодильнике две недели. А вот если вы уже разрезали арбуз или дыню, постарайтесь съесть их в течение суток. Субтитры создавал DimaTorzok